Продолжение следует... Если дату, звоните на номер 77-11-01. Если нет, 77-11-02. Итоги голосования подведем в прямом эфире выпуска новостей в 18.30. Владимир Грызлов спустя 18 лет покидает пост начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. В четверг, 24 декабря, состоится торжественное прощание руководителя со знаменем училища и личным составом. Новый год генерал-майор с супругой будут встречать на новом месте – в Санкт-Петербурге. В одном из военных вузов северной столицы кандидат военных наук, профессор, продолжит свою преподавательскую деятельность. 23 декабря Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава региона Василий Орлов при этом вошел в состав обновленного госсовета. Основной темой заседания стала реализация указа президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Минувшей ночью в Преамуре произошла авария со смертельным исходом. Легковой автомобиль врезался в локомотив грузового поезда. По предварительным данным, один человек, находившийся в автомобиле, погиб. Двое получили тяжелые травмы, еще двое – травмы средней степени тяжести. Локомотивная бригада не пострадала. На момент происшествия звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда работали исправно. В результате инцидента движение по одному пути временно приостановлено. Задержек пассажирских поездов нет, сообщает пресс-служба ЗАБЖД. Губернатор Василий Орлов в онлайн-режиме провел переговоры с секретарем Комитета коммунистической партии Китая города Хэйхэ Мали. Руководители обсудили взаимодействие стран относительно важнейших вопросов. Одним из направлений совместной работы являлось обеспечение 28 коридоров для возврата российских и китайских граждан через границу, которое проводилось с января по апрель 2020 года. За этот период почти две тысячи граждан России и Китая смогли вернуться домой. Взаимные грузовые перевозки также продолжались с обеспечением всех мер безопасности. Среди главных предстоящих задач губернатор области отметил запуск движения по автомобильному мосту между двумя странами. Предположительно, это произойдет в январе будущего года. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова